привет мои дорогие привет мои хорошие я рада приветствовать вас на своем канале меня зовут инга это mountain blade warband модификация the last days итак друзья мы с вами готовы выступить и не куда-нибудь а в лес ангорн его отсюда пока что не видно но на самом деле мы стоим на самом его краю понять о чем я говорю вот она ну что ж пошли наведаемся к самому центру ангорна лес кажется мирным вы входите в регион фангорн так наши осаждают речной лагерь пока не до этого лес кажется мирным только мы о нем узнали рохан терпит поражение битве так странные пугающие звуки окружают вас неужели это разговаривают деревья воздух пронизан ощущением затаённого гнева и боли какого будет ваш приказ так запустите оружие замолчите прочь отсюда давай так скажется мирным все вы решили довериться слухам и отыскали фангорн энд мод теперь вы можете обследовать это место и проверить справедливость басик баик басик басик баик а почему у нас тут так темно почему у нас так темно сколько у нас время закат ладно закат так закат давай обследуем здрасте так давайте-ка сойдем музыка у нас это арча так бригалд давай с тобой поговорим мы говорит бригалд не поймет бригалд древо брат ты мне что скажешь вы обнаруживаетесь что смотрите на удивительнейшее создание она очень высокая и с негнущимися конечностями его кожа похожа на древесную кору а вместо волос листья у него еще голубые глаза местами его покрывает мох покуда же вы обращаете внимание только на его впалые глаза они осматривают вас медленно и серьезно но очень умно и проницательно кажется они коричневые с озорными зеленым огоньком как будто за ним скрывается нечто необъятное исполненная памяти веков и долгих медленных спокойных размышлений но внешне глаза искряться не прошлом а настоящим подобной игре солнечных бликов кроме большого дерева или на волнах очень глубокого озера вы собираетесь что-то сказать но чувствуете странное удушье как будто воздух истончился или оскудел едва ли не последним отчаянным вдохом вы все-таки умудряетесь сбросить эти оковы и тут огромное древоподобное создание чуть ослабевает напряженность своего взора существо продолжает смотреть на вас и вы замечаете что другие древесные спалины также наблюдают за вами будто ожидая когда вы заговорите простите за мое вторжение я всего лишь уставший путник и ищущие укрытия после недавних событий меня зовут тайна йорн могу я узнать ваше имя негнущийся древесный гигант медленно открывает свои уста скрытые под мелкими ветками листьями и мхом очень глубоким медленным и нарастающим голосом он неторопливо объясняет повелевающей манере гром громом пожалуй не стоит говорить себе мое имя пока что во всяком случае во первых это заняло бы слишком много времени мое имя растет вместе со мной а я живу уже долго очень долго так что мое имя подобно истории настоящими на повествует историю вещей которым принадлежат таков мой родной язык древнеэнтийский как бы вы его назвали это прекрасный язык но на нем можно изъясняться только долгими речами потому что мы не говорим ничего такого что не заслуживало бы долгих речей и очень долго слушания куда вы энд они хоть они ходят легенды и я горда что нахожусь в вашем присутствии а о вас ходят легенды они ходят о вас ходят легенды я горда что нахожусь в вашем присутствии я не хочу надоедать вам если хотите я уйду деревенелы гиганты другие энд и долго стоят в полной тишине и только легкий ветер колышет их лиственные волосы и бороды они смотрят друг на друга еще какое-то время пока необычайно торопливый энд это на их манер торопливый энд похоже на рябину не пытается заговорить однако он остается в молчании наконец большой энд решает продолжить свою речь грум мы ценим вежливость которую вы проявляете это необычно для вашей расы пришли недобрые времена с тех пор как жены энтов пропали теперь темный властелин выпустил на волю множество злых созданий пытающихся разрушить наши дома нам нужен кто-то быстрый но не торопливый тот кто сможет помочь нам пока мы будем обсуждать наши дальнейшие действия многочисленные банды орков совершают набеги на леса и сжигают наши деревья огненными стрелами если бы ты уничтожила орков и удостоверилась бы что они не угрожают нашим лесам мы были бы тебе признательны и считали бы тебя настоящим другом сделай это а потом поговорим я сделаю это орки злобные твари и впрямь я удостоверюсь что они больше не навредят лесу так ну что ж уничтожьте отряд орков нам говорят древо брат они тут все собрались поближе венглас мы с тобой можем поговорить о роман мумом говорит глаз и лордив что мне скажешь марок марок маму с палками как с вами сложно-то разговаривать я энтиски не знаю ладно так вон они эти орки да это же они орки лесорубы гадкие орки лесорубы сколько у нас время на то чтобы уничтожить сурков лесорубов на время не указано но я думаю что стоит поторопиться так древо брат хочет чтобы вы нашли и уничтожили орков вырубающих деревья в фангорню у нас 84 бойца против 37 так мы боюем фангорни в атаку чё нашему старику не понравится если ты помешаешь работе его слуг хватит вредить этому лесу убирайтесь или пожалеете армии мы будем рубить и сжечь все что захотим после того как ты кончим и покончим с тобой так коняшки кони луки мне нужны в атаку все всякостальных рубец вечер они будут сейчас у нас злобные зато оглушен миша давай 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 луи ванна качайся отлично 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 у нас всего лишь арнорский рейнджер ранен так мы получили от руханцев снаряжение что у нас с отрядом кто-то прокачался так задание выполнено очевидно еще не все все о скольках надо вырубить было вырубить да 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 мы сделали город осаждают это гондор там бомбят ну поэтому у нас все еще закат поэтому знаете что мы можем сделать лагерь строим стоянку вот утро отлично перебор более не под осадой понятно ладно справитесь справитесь рухан вы сейчас я там мы там с вами изрядно почистили я думаю что за руханцев сейчас можно не бояться я так думаю и так что у нас отрядиком одни крохана копейщик от себя много у нас застрельщиков так что в принципе отправляемся фан гор ну вот теперь у нас то зато всех хорошо видно ну что древо брат предводитель энтов медленно открывает свои скрытые уста а его сородичи смотрят на вас и медленно начинают издавать длинный утробный звук от которого немного дрожит земля вы понимаете что они смеются собираясь в путь сравнительно молодой энт рябина шагает к вам на своих семи палых ножищах сотрясая сотрясая землю и вы едва не падаете осторожнее скородум мы же не хотим навредить нашему молодому и воинственному другу грун 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 я древо брат старейший из энтов и мы благодарны за твои услуги грун грун позволь мне подарить себе энтийскую воду дабы отметить свой успех нас есть ее куда положить наверно да вот они тут мы на них можем посмотреть как лошадь моя невоспитанная лошадь вот они такие красавцы у нас да забавно так ну кроме всего прочего давайте-ка я сделаю селфи с вами можно знаешь даже вот так вот наверно только не пни меня и не знаю мне его имя попадает в вернись попадает в кадр вот так вот наверно можно сделать в отлично на память фотография на память но я знаю что у вас тут по моему где-то было что-то что-то где-то было еще помнится мне была какая-то дырка какое дело что я не помню где что у вас тут куча грибов я тоже помню так нет это зону уже тут у нас тут да 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 сундучок а почему не могу открыть ну как так сундучки сундучки же я ничего не могу сделать не знаю чем это объясняется может быть надо просто выйти из зоны а у них тут спрятано по моему эту антийскую воду как раз и надо было брать из этих сундучков у них далее то но это уже такое просто их произведение искусства и такие манекен энтовский интересно и очень интересный лес куча грибочков свистящихся поганочек и деревья очень интересные так ну ладно но мы отсюда уйдем давай посмотрим наши вещи вот она инсийская вода странная час чаша с водой можно отдать за 26 знаете что она насколько я помню она дает нам моему силу очко силы используйте в меню лагеря я ее использую но потом у нас заканчиваются продукты секундочку но это мы сейчас закупимся что мы делаем пангорн мы нашли с вами эзенгард речной лагерь у нас под осадой пангорн нам больше вы завладели большой странной чаши наполнены свежей на вид водой она немного дает мускусом главное что нас теперь не будет кушать этот лагерь так смотри что у нас тут происходит ахана наша гопнули и лагерь больше не под осадой да потому что осаждали как раз те кого сейчас гопнули ну а смотри что происходит да эти сейчас сюда присоединятся а эти все бегают по 38 человек где король ты аден сейчас было побрал ну давай попробуем конечно но ну нет ну нет ну нет все тем более ночь эти сейчас подсоединятся и их она поэтому отправляемся туда куда мы хотели отправляться а именно к альфу чего стало известно что гамлек в бою ну твою же дивизию а вот что делать это был гамлинг который сейчас там дрался да ну неужели у гамлинга было несколько человек ладно друзья он меня в принципе сохранка как говорится уже здесь под боком поэтому сейчас мы с вами попробуем исправить эту чертову ситуацию и так друзья немножко пораньше я вернулась сюда осада осада почему-то уже снята но на сей раз я не вижу здесь этой битвы то есть мы тогда там с вами ночевали в этом фангорне и вот за это время тут вся вся катавасия случилось мы можем тут немножко конечно потусоваться вот вот они вот они там не гамлинга и прибили вот они там не гамлинга и прибили но во время как говорится мы пришли и как видите никто с ними сюда не лезет сражаться ну и мы не полезем мы в принципе действительно как и собирались пошли к куда в сторону эльфов так луи ванна куда-то у нас перешла на 10 уровень вот зачем нам к эльфам во-первых посмотреть как они тут держатся им адрес отчета секунду стили фракции им ладрес им ладрес сильно а вот дейл дун ланд дождь дун ланд кто такие они наши или не наши или я их путаю ладон дун ланд дун ланд нет вот дейл и а это все дейл ребор и дейл а дун ланд это наши враги и это вот эти ага так что их в принципе в принципе теоретически уже можно скоро и истребить все это значит не то чего я боялась но тем не менее давайте все равно мы сюда подскачем подскачем вот закупимся во первых у эльфов в керин долине склады вот держите давайте сюда ваши блины блины рыбку давайте ну а мясо ладно давай еще блины возьмем потому что наших много теперь вот скажите что у вас вооруженных мастерских но у них у этих на самом деле ничего такого особого нету поэтому давай коваривенделлу посмотрим что есть у них король король трандуиль осадил да гундабадский аванпост посмотрим посмотрим так полевой склад 2000 ладно давай вооруженные морский полуторный меч моим бы такое вот так защите ног но эти то сапожки у них не очень а и у меня тоже не очень вообще у нас как-то так все не очень по большому счету 40 защите головы до я думаю что неплохо надо брать благо есть кому отдать но с мечами пока погодим давай ко мне сюда свой отряд так кирдиль у тебя там на голове что это нормально дима бурн в принципе тоже кили до ульфас у тебя с головой все плохо гельмине тебя с головой не очень так лорфендель нет луи ванна фейнул и маблунг и так ульфас иди сюда давай мне свое снаряжение у него руханская королевская броня на секундочку есть перчатки 25 до голове держи вот так вот по крайней мере получше будет теперь осталось только еще башмаки и вообще все будет прекрасно руханский большой топор двуручная одноручная зеленолеское копье ну да короче оружие ему тоже нужно получше так неважно теперь гельмине луи ванна фейнул иди сюда что у тебя с головой плохо у тебя все с головой плохо фейнул поэтому держи этот шлем извини но как то вот так значит будет вот дельская кольчуга дружинник у нее так а мы сейчас в ревенделлу продадим так склад все мы купили держите пайнул его чепчик одну очка снабжения да вот и поехали где там что они там осаждали эти лесные эльфы а ван пост в темнолесье давай попробуем вот к тому же нам так или иначе надо к лесным эльфам попробуем к ним доехать скажем так и без приключений так вот кто здесь бьется все уже никто не бьется гундабадских разведчиков победили о-о-о-о-о мордер тут бегает и попробуем им не попадаться так ну как видите эльфы держат гундабадский пост народу там конечно тьма двести семьдесят три ну и этих в принципе немало поэтому давайте-ка подкачаем своих чуть так и луя ванна у меня там вроде как повысилась да и так силушка 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 мы тебя качали ванна насколько я помню ловкость да а нет подожди ловкость ловкость мощный выстрел луи ванна мощный выстрел луи ванна это сила давай в силу и так луя ванна либо владение оружия тебя повышать либо все-таки живучесть чтоб тебя так быстро не прибивали давай живучесть так стрельбу из лука мы тебя повысим естественно ну и одна ручка чуть чуть так все а димбурн вряд ли да вряд ли немного что-то как-то димбурн плохо качается так ну и все да у меня что у меня у самой о о мы не заметили так давай-ка ловкость до пятнашки дальше поехали в силу и так ловкость мне нужна была для чего чего-то нужна была верховая езда не думаю что она мне нужна пока что так владение оружием давай-ка еще добавим вот шестерочка у нас теперь и давай содержание пленных добавим так уж и быть все-таки нужно и мне вообще-то конечно нужна была бы упаковочка но это черт возьми интеллект его очень долго то качать стаскать и не ну не хочется просто вкладывать сюда сбор трофеев у нас есть кому собирать верховая стрельба верховая езда даже не знаю атлетику все-таки бывает действительно когда я хожу пешком делаем тройку и владение щитом на 4 так вот а я вспомнила зачем мне нужна была ловкость все отменяем так так и так на владение щитом у меня есть хороший щит по-моему на пятерку сейчас посмотрим так подожди пока готова вещи щит 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 подожди я купила мясо уже съели так так вот келет за рама размер 119 огромный вот он пятерки требует сопротивление 35 размер 140 скорость сопротивления 22 вот это вот хорошее в общем в любом случае мне нужна пятерка владения щитом и так вещи не они не вещи игрок так вот пятерка отлично мы все остальное распределяем владение оружием как я уже и делала вот да и там у нас было содержание пленных давай так все в одноручку не знаю зачем я себя качаю древковая копьем я все равно не пользуюсь но очень редко так готово замечательно теперь берем себе щит нормальный вот а этот час отдадим отдадим нашим потому что там тоже в принципе не у всех все есть нормальная так у кердиля вроде ничего димбор но не нужно хотя можно бы дать по спину защищает так ульфос гельмине глорфинзель воеванна файнул и маблунг файнул иди-ка сюда или не файнул вот эти конные им особо то хотя ульфосу наверное надо дать иди сюда ульфос снаряжение покажи мне свое да у него там какая-то фигня вообще а не щит поэтому держите на леске так а этот мы дадим кому-нибудь у кого вообще никакого щита нету глорфиндилю а да что ему димборн может я все-таки щит дать пусть будет на спине хотя бы немножко так вот так вот вот так вот я жду когда ему будет восемнадцать и не лет а сила восемнадцать чтобы как-то его тут это не знаю получше качнуть владение щитом атлетика верховая езда все остальное в принципе что у него там поиск пути это интеллект это все сейчас мне не важно мне нужны воины поэтому либо владение оружием либо владение тем же щитом которым он не пользуется поэтому я не знаю куда ему вкладывать ждем его повышения силы и тогда здесь как говорится прокачаем а потом все остальное тоже все готово до свидания владение оружием тоже надо качать итак ждем ждем пока тут разродятся наши эльфы вон там кто бегает а босс смотри а босс а и что я хотела с эльфом это яшу они пошли они пошли в осаду так дружья мои друзья мои друзья мы делаем сохраночку и идем помогать эльфам приблизиться присоединиться к следующему штурму а они это а тут вообще фиг поймешь как с ними быть я смогу тут забежать интересно так вторые стали здесь и стреляем хитрые какие да тут не заберешься не заберешься но тут каменный тролль блин а уложи уложили 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 или кили давай давай кили Играет музыка. Ай-яй-яй, откуда вы тут взялись-то столько еще? Давай, Келли, кроши. Кроши, Келли. Кроши, Келли. Так, так, так. Давай, 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 давай. Кроши, Келли, кроши, Келли. Ура! Ура! Рад тебя видеть, Айна Йорн, говорит нам, король трендуил. Возблагодарим небеса, оплачем и так далее и тому подобное. Ух-ух-ух. Так, кого-то мы, естественно, потеряли. Поэтому, давай-ка, смотри, гномов мы не берем. Не из-за того, что мы такие расисты, а из-за того, что они нам будут замедлять наше движение. Так, лучник Барда берем. Ты, кстати, был хороший. Разведчик Дейла, Стрелец Дейла. Наверное, это все, что мы возьмем. Хотя берем Стрельцов Дейла и Разведчиков Дейла. Все. Скороносец. Длиннобородый секироносец. Мощный, наверное, мощный гном. Сколько мы гномов-то освободили. Готово. Всякого дерьмица набрали. Тоже неплохо. Так, что ж, ха-ха-ха, Гундабад мы сравняли. Ну, хотя бы всего лишь навсего один иванпост. Но это тоже уже немало-немало. Так, давайте-ка отправимся к эльфам. Вот, посетим их кузницу, потому что здесь у них должно быть что-то такое приличное. Так, 20 тысяч у нас нужно вот это, во-первых, все сбросить. Так. Что у нас с ногами? Да, все очень плохо тут с ногами. Есть кое-какие кафтанчики, но что-то как-то все довольно-таки хиленько. Деолат, что скажешь? О чем толкуют? Орки шныряют. Мы должны быть с наготове. Старейшина. Это тот самый лагерь лесных эльфов, которые скорее озерные, чем лесные. Но, тем не менее, вот так вот они тут живут. Довольно-таки красиво у них тут тоже. Вот, друзья. А здесь же мы с вами, наверное, и расстанемся. Вот какой у нас огромный щит. Прям вот, ух, все нам загораживает. Он явно гномий. Ну, он прям ростом с того самого гнома. Поэтому, я так думаю, что нам он в самый раз. Вот. Мы с вами увидимся в следующей серии. Ну, а всем, кто посмотрел это, я скажу огромнейшее спасибо. Всего вам хорошего. И пока-пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok